Девушки отдыхают 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 Я думаю, кто играл в эту игру, вспомнил, а кто не играл, сейчас увидит, что он из себя представляет. Алкекия, земли, капитан Лагрес. Что это, кадр? Ваше величие, год назад ты одержал победу над королем страны Новогод. Он был злейшим врагом Алтекии. Также ты укрепил нашу победу, забрав часть их территории у короля-наследника Вайнария. Мир на этом континенте. Все достижения нашего королевства, все благодаря вашим достижениям, как командующего армии Алтекии. Заканчивайте. Я знаю, вы не за этим сюда пожаловали. Это ты прав. Я здесь, чтобы сообщить тебе, что король Хенгус дал разрешение на твой арест. Он обосновал это тем, что твои планы опасны для государства. Вас обвиняют в предательстве. Они должны умереть! Я сделал все предавления. И все, что нужно, это ваш приказ. Что? Вы говорите мне по правде стать предателем? Это единственный выход. Пора вам убить короля и стать новым лидером. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ваше величие! Окей, король пожалеет об этом. Почему они ждут? Почему они не уничтожат меня? Я буду бороться. И это один путь выживания. Я хочу власти. Я буду уничтожать всех, кто станет на моем пути. Кадр, вызывайте всю армию. Время показать этим свиньям. Во дворце. Насколько я силен! Да, сир. А также. Очень и очень обеспокоен. Я должен бороться за трон и права. В Алтекии. Ну и хаос. И это может разойтись по всей земле. Ты еще хочешь, чтобы я сделал это? Кадр. Мы должны пренебречь приказом короля. Я уверен, вы способны управлять и Алтекии, и всем континентом. Я все понял. Теперь я решил бороться, пока не стану королем. Все преграды передо мной ничтожны. Целый континент может быть сожжен в огне восстания. Ну, это, видимо, сожженные во огне восстания столица с королем. Вы не видите посредине какой-то страшный череп? Нет? Ну, хорошо. Хью-цай, шэ-кю-п, шэ-кю-п-цай, вставай! Что, что такое, Марио? Ты еще рановато. Ха, не пора вставать. Ты последний, кто еще не встал в замки. Ты же... Так же, ты последний, кто не встал в замки. Ты же корольца! Это не твой выбор, стать королем. Это не мой выбор стать королем. Ну, опять ты. Сейчас не время шути. Ты знаешь, что случилось. Что-нибудь не так в Алтекии? Да, ну как ты узнал, что еще идет об Алтекии? Мы только недавно узнали новости. Я расскажу тебе об этом позже. В любом случае, собери всех. Надо поговорить. Частус Ленус, конференц-зал. Итак, что вы ожидаете произойдет? Эээ, да, Алтекии под влиянием Зимекиса. Ну, как бы выразить, охотничья собака охотится только когда охотится хозяин. У Алтекии нет равного ей врага, и она наводит страх Зимекис за себя. Это только дело времени, когда король Зимекис до конца плакнет всю обстановку. Тебя не зря зовут тихий и умный король Коррелиона. Мэриот, передохни. Хорошо. Что мы теперь будем делать, ваша милость? Я уверен, Зимекис попробует расширить его империю. Он не успокоится, просто Алтекии. Он получил свое имя и состояние сражаясь. Он захочет доказать, что он король, сражаясь. Путем абсолютного захвата. Точно? Тем временем я слышал, что принц Ланс Алтекии выжил и перебрался в Подстоу. Подстоу будут сражаться за восстановление Алтекии. Король Коэл подстоу друг королевской семьи Алтекии. Говорят, что в месеце Кинг оф Норгат Шил ту мисс хиз оппортунитиу. Это отличное предлог для него, чтобы ударить. Итак, война захватывает целый континент. Так или иначе. И то-то я сказал. Правда? Коэллионам все будет в порядке? Конечно, все будет в порядке. У нас много солдат, таких до дня от мастер-рыцаря, мой брат. Хорошо. Как рыцарь? Как я могу не оправдать ожидания такой прекрасной принцессы? Он назвал меня прекрасной принцессой, а я причина. О, хмурет. Как вы все знаете, мы граничим с империей Эсгарис, Зимекиса и страной Эскалио-Царя Дриста. Они постараются захватить страну, и мы тоже должны хорошо подготовиться. Ваше Высочество, ты, все согласны, давайте готовиться к войне. Я боюсь, война будет идти, пока кто-то один не захватит весь континент. Нужно сделать все, чтобы это были мы. Зимекис может и сильный борец, но он слаб стратегии. Кажется, есть кто-то еще за этим восстанием. Вот он хочет привести хаос на наш континент. Так, теперь надо разобраться. Вообще в управлении. Так, это город у нас пограничный. Это город у нас тоже пограничный. Блин, это фигово. У нас вообще расположение не очень хорошее. Хотя два города, столица. Рицари-монстры. Статус сделать, дать задание. Ну, идти, 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 идти. Принять. Сейчас я вспоминаю по быстрому управлению просто. Что там сделать мы можем? Ага, у нас есть еще и вещи. О, как. Изделие магии. Экипировка, древняя книга, отлично. Так, давайте все-таки идти, наверное, да? Выбери замок. Выбыл замок. Надеюсь, он пойдет. Надо укреплять, естественно. Замки, которые... Стоят на окраине, правильно же? Так, лидеры, ясно, не ищи. Класс. Можно, я помню, улучшать еще будет бойцов. Атака. Какая нафиг атака? Че? Так, мы что? Мы подвинулись сюда, значит. Так, он не может двигаться, что ли? Не очень понимаю. Сейчас разберусь немножко. Ага, это у нас карта. Это у нас армия. Таковой, да, только кого-то, кого-то. Вы звали меня, ваше и срочетство? Да, Бёнден. Я подумаю о поездке в Новую Алтекию. Я бы хотел, чтобы Динадан остался здесь и присмотрел за всем. Новая Алтекия? Вы собираетесь заключать союз? Да, хочу, посмотри, здесь, пока меня не будет. Ну, Новая Алтекия. Рад видеть тебя снова, Принц Ланс. Сколько времени прошло? Очень мило познакомиться с вами, Принц Ланс. Я сестра кроля Кайя, Мэриот. Житью ницца то все, Юйвагаен, Кин Юцай. Тоже рад познакомиться, Принцесса Мэриот. Принц Ланс, вы хорошо знаете, что крыльем всегда был Валяен Калтеки. И ничего не изменилось, даже во время войны. Мы здесь, чтобы подтвердить это. Большое спасибо, мудрый король. Я так рад услышать это. Вы даже не сознавались, что они сделают. Ну, да, правда. Бескарис, не единственный наш враг. Спасибо за наставление. Мы запомним все это. Принц Ланс, был очень рад увидеть вас снова. А вас тоже спасибо, что приехали ко мне. Я сражаюсь с Империей по-своему. Я желаю вам удачи. Принц Ланс, приезжайте посетить Церлеон, когда будет войны. У нас отличная рыбка и вкусные фрукты. Спасибо, я подумаю об этом. Можешь, поедем. Еще раз удачи. Принц Ланс, помещайте мне заботиться о тебе. Церлеон, а на вашей отсеке, в общем, союзники. Я понял, да? А раз мы союзники, мать их, за ногу. Правильно? Мы перемещаемся сюда. Правильно? Правильно. Да, конечно, ты говоришь. У него таки авто вся. Вот у нас такие бои, как бы, компьютерные. Шаст квест. Шаст встретил цветочницу на улице. Цветочница, тебе нравятся цветы? Тебе не надо платить за них. Шаст ответил на ее доброту. Шаст выбрал белую лилию. Цветочница. Ах, лилия бы тоже самое сделала. Хотя, ну, думаю, обо мне так, как и сорванцы. Больше лилии. Отдохнет денег цветочника. Не надо, это подарок. Девушка затем исчезла в толпе. Шаст понюхал лилию. Чувствуешь силу, исходящую из нее. Шаст повысил интеллект на один. Еще один квест. Вот мы им задание давали. Вот они делают такие квесты. Он встретил кролика. Кролик заговорил. Прошу, я маленький кролик. Я такой худой. Я так плохо питаюсь. Моя беременная жена и голодные детки ждут меня дома. Прошу тебе, не ешь меня. Если не съешь, я отдам тебе мое сокровище. Белок спросил. Что за сокровище? Ну, кролик потряс головой. Кролик, я не скажу тебе, пока не поклянешься, не есть меня. Белок Фацерия. Я только, наверное, белок не поклялся, чтобы он не будет есть кролика. И кролик отдал ему. Сказал спасибо вам, сэр. Я знал, вы поймете мою ситуацию. Мастер Крович в этой дыре. Заботиться о нем хорошо. Он нашел дыру. Залез в нее. Вот. И в этой двери он нашел сокровище. По дому теперь нужно месяц отдыхать, ну. Я только вернулся с задания. Я только вернулся с задания. Так, а теперь нам нужно... Нет, нам нужно кое-что. Давайте. Нам нужно кое-что делать. Нет, лук. Я не буду трогать так, как не то. Нам не вещи нужно, нам нужно. Это не экипировка. Что тут пил? Тогда я сам куплю, да? Сейчас мы будем переформировать отряда немножко. Ну так, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем децил. Готовится к пайне. Ладно, пускай джун будет. Так, двое готовы. Теперь мне нужен... Маг, наверное, все-таки. Третий. Нужно четвертый отряд сделать. В принципе. Такой отрядик не очень сильных воинов. Так, далее. Далее мы будем... Мы можем вызывать, естественно, ангелов. У нас есть манна. Думаю, наверное, вызовем одного, как минимум. Да. Партишка КА в героях третья, да? Естественно, не так. Отлично. Как по мне. Это что, из чего я помню, да? Из чего я помню. То, как по мне, помнится очень неплохой вид. Так, а только где он теперь? Этот ангел-то. Он где-то тут будет? Нет? Блин, он не сразу призывается, это, блин. Я не очень помню просто. А, в запасах он. Вот он. Сейчас. Забыл просто управление совсем. Извиняйте. Вот стоит он, конечно, дофига. Формирую матры, ага. Формирую матры, ага. В принципе, четыре армии боеспособных есть, нормально. Можно нападать. Раз. Два. Три. Четыре. Так, а я хочу на вражескую базу пойти, и сюда хочу пойти. Ясно, пока нельзя идти на вражеские базы, хорошо. Смотрим армию. Я не очень помню, как нападать. Честно скажу. Эх, 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 я так и знал, что я буду тупить. Ну, это главный мир просто, это не то. Я не хочу никого, никого направлять на задание, я хочу идти. Причем я хочу идти в атаку. Понятное дело. Хочу идти сюда. Да. Ладно, фиг с тобой. Нельзя идти на вражескую базу, да? Ладно. А сейчас можно атаковать? Так, что у нас? Этот отряд, этот отряд, этот отряд, этот отряд. Ну все, атака. А почему у нас только двое атаковать будут? Не очень понимаю, честно скажу. Ну все, поехали. Там сражаются компы. Ну и мы нападаем на Ханас. Батл оф Ханас. Так, Ханас, Ханас, Ханас. Погодите, надо сначала. Ну по-любому вот этот будет сражаться у нас. По-любому этот и... Наверное этот, да. Три отряда. И никто же три отряда. Кажется, как будто что-то со спиной. Человеку нужна физическая сила, интеллект бесполезен в бою. Если я побежу в физическую силу, я не смогу победить тебя. Ха-ха-ха, правильно. Ну раз ты знаешь, почему тебе не сдаться? Ты не поранишься так. Ты знаешь, я не могу этого. Я жду немного боли от битвы в любом случае. Не волнуйся. У меня свои планы для этого боя. Звучит интересно, да. Посмотрим, что за план у тебя. Но не важно, что там у тебя. Ничто не сравнится с моей силой. Ну, я согласен. Так, это у нас отряды, да. Ипти. Я уже на самом деле настолько подзабыл. Все, как он может далеко летать, да. Но мы пока не будем далеко летать, естественно. Подзабыл, конечно, все. Но это такая пошаговая типичная стратегия. Но необычная типичная стратегия, все же. Так, теперь мы этими можем двигаться. Я помню, что этот лучник, в принципе, может стрелять. Кентавр. Если я правильно. Помню, конечно же. Главный отряд мы вот этот. Как вот, где ангелы и так далее. Драконы все. Мне так кажется. Хотя Дианорог тоже неплох. Пока что просто расставляем своих бойцов. Ну, не расставляем, а подходим. У него отряды явно слабее. Правда, есть птица, рух. Одна. Я помню, она довольно сильная. Вроде как. Если я не ошибаюсь, конечно же. Многие существа могут не просто бить, а магическую атаку применять. Плюс они качают опыт себе. Помню, Джин тоже может типа стрелять что-то. Ну, увидите, в общем. Увидим. То есть, они не стали близко подходить. Они вообще не стали подходить, да? Хорошо. Начинаем приближаться. Постепенно, не спеша. Гидра сильная, но она очень недалеко ходит, как вы уже увидели. Так, кентавры. Я же могу им походить, нет? Или тупо просто поочереду? Отряда ходит у нас. Ну, ладно. Это типа такого зомби. Ну, не типа, это и есть зомби. В принципе. Герои у меня, естественно, будут сзади. Не охота их терять. Так, давайте как-нибудь вот сюда, наверное, слетим. Драконом, чтобы обходить. То есть, с той стороны тоже его. Те, кто может далеко ходить. Ну, просто защита, да, у всех? Ну, ладно. Ком просто сидит в глухой обороне. Ну, в принципе, наверное, правильно делает. Хотя третьим отрядом можно было походить. Мы будем сейчас двигать Мериод. Так, раз вы там все сидите. Ну, по идее, наверное, сюда. Сюда. Не хочется просто оплошать прям в первом бою-то. Более-менее тактически я понимаю, что нужно делать. Так, ход 3. Третий ход. Что у нас за магия есть? Лечение-лечение. Святое слово. Можно просто подойти поближе. Атаковать, естественно. Ну, она говорила, меньше жизни, но... Гиганты, естественно, больше жизни. 7-2 повреждения, нормально. Контратака, правда, от гиганта, естественно, сейчас мощный кулак будет. 108 повреждений, да? Нехило-то. Все, 2 опыта. Опасно, наверное, подлетаю все-таки. Ну, гиганты, естественно, надо добивать. Гиганты, кажется, против как раз летающих неплохи. Очень мало повреждений, всего лишь 61. Да, 141 поверене. Что-то я тут, конечно, малость ступил, по ходу дела. Или многость ступил. О, грифончик хорошо дал, вану. 122. Ну, гигант, естественно, ответит. 109. Красавец. Я думаю, нужно сюда подойти. А, видите, я не могу лечить на таком состоянии. Это нужно подходить ближе. Так, это спецвозможность кислотного сдоха. Пытаемся добивать гиганта. Это он, кстати, второго левела. Ну, дракон, я помню, вроде неплохо с ними справлялся. Ну, хотя, так себе. О, ответочка 103. Да что ж ты будешь делать? Танк-то неплохой гигант, на самом деле. Очень неплохой. Да. Кентавр может стрелять через клеточку. Соточка ровно, отлично. Гигант в ответочку не ударит. 60 опыта. Ну, можете сами видеть, в принципе. Давайте, наверное, начинать на рог. Птицу рог нападать. Я еще у нас 2 левела. Наверное, это ошибка. Тришко мало урона, 53. А, ответочка сейчас под 200 получил. Смотрите. Смотрите. Ага, и в камень. 155. И в камень. Просто офигенно. Ничего не скажешь. Верев дракон. Я просто смотрю, что за спецвозможности у нас есть. Канг-то, да? Наверное, надо добить гиганта уже. Минус 1. 4 из 50 опыта. Магия, что ты там можешь делать? Лечить можешь, да? Давайте подойдем поближе, наверное, все-таки. Герой сам подбежал к моему ангелу. Сейчас его будет добивать. И, скорее всего, добьет этот сволочек. 150. 150. Очень и очень больно. Ответочка так себе. 73. Да, расслабее. Это будет единорог. Атакован сейчас драконом. Наш хиллер я слишком, наверное, близко его все-таки подвел. Да. Криды с 27 урона. Ну, единорог в ответочку там 30 снимет чем-то на 38. Адский клык. Ну, адским клыком по моему виверне, ради бога. Вперед из песни. Да, не думаю, что он много атомит. 93 урона. Это довольно-таки много. Это очень много. Вот мы сейчас, наверное, под 200 хвостом. Вот тебе под 200. Кридом 71. Всего лишь кридом. То есть, считай, ничего абсолютно. То есть, это очень мало. Еще с огнем маг долбанет моего ангела и добьется, скорее всего. А, нет, он по площади будет бить. Я совсем забыл, как играть в эту игру. Просто абсолютно забыл. Классные, да, уронщики? Ну, естественно, минус моя. Мой вампир. Хотя, конечно, похож он просто на гуляй или зомбяру. То есть, она вот сейчас еще и в камень превратит, то будет зашибись. Да, в камень. Давно я не играл в игру данного типа. Конечно, я ошибся. Пока не все плохо. Не так все плохо, но... Скоро это плохо может быть вполне. Конечно, дрампир Вирену не добьет, понятное дело, но... Ну, еще 75 хп снял, а осталось всего 90. Да, что-то какие-то контра, видимо. Есть явная. Не надо... Еленорога сейчас могут... Нет, первый уровень кентаба вряд ли добьет. 120 урона вряд ли он снимет. Ну, 114, офигеть. Минус мой ящик. Ну, практически минус. А может быть и минус, если крип. Ага. Красота. И минус единорог нет. Минус... Лампир. Там еще и крит вошел, то есть он вообще бы его... Не знаю, там по 300 снял. Ошибка. Ну, ничего страшного. Даже если мы проиграем. Сюда есть возможность начать заново. Ну, это ошибочка. Зря он моего. Вивера на лучше, на убить стал. Хотя... Те же там 70 урона, но вампир им всего лишь. А, критом 56. Ну, так себе. Мы должны по 200, в принципе, снимать. Да, уж 133 всего лишь. Всего лишь 133. Ну, давайте героя долбаним, что ли. Хотя это опасная ошибочка, может быть. Я слишком близко подбежал. 58. Ну, хотя бы столько. Ладно, давайте грифону подхили. Ладно, грифона подхили. Где-нибудь сюда, наверное. Особо и подходить-то некуда, потому что долбанут. Так, ну у нас атака вроде первая, да? По лесу мы ходим медленнее. Давайте по вампиру святым лучом. Я думаю, это... Самая оптимальная... Будет вещь. Есть такое дело. 295. Отлично. Пока не хочу им идти. Грифон у нас. Да, грифон тут. Добиваем вампира. Чтоб без потерь. Я думаю, 56-то моим клевом по-любому снимем. Да. Отлично. Второй уровень грифон достиг. Ну и гидры подползаем и начинаем бить героя вражеского. Гидра у нас как танк будет. У них очень много. Мимо, да? Ну зашибись. Просто зашибись. А гидра просто промазывает. В ответочку подступ. 160. Классно. Классно. Так, кого бы атаковать тут. Сколько у нас хп90? Может быть отлететь назад тупо просто. Нет. Не смогу. Зато смогу лечить как раз виверну нашу. Отличный хил. Я своего так задену, да? Зато вот так вот попаду по вражескому герою. Не получив его ответочку. Где-то под 80, наверное, снимаю. 92. Нормально. Я вот не помню, если глава главного из отряда убить. Все мобы из отряда припадают или нет. Или надо будет всех убивать. Не помню, честно. Кентавра бьем, естественно. Вообще, конечно, я ошибся очень сильно в начале боя. Да и вообще. Не очень-то все идет хорошо. Рев дракона. Естественно, по войну. По вражескому. Главе вражеского отряда. Или он по всем долбами? Нет, по всем. А нет, по всем. Отличная пособность. Прады, по-моему, этому ударила. 11 уровень. Магия. Лечение. Давайте его и подхилим. Ну что ж, извините. Но вот так вот у нас в середине боя прекращается первая часть прохождения данной игры. Ждите следующих частей. Они будут очень и очень скоро. Всем спасибо. С вами был Игорь Негода.